В эти же выходные в Чебоксарском речном порту пришвартовался белый пароход. На борту судна находились участники Всероссийского благотворительного детского музыкального фестиваля. Суть его в том, что профессиональные певцы и музыканты на теплоходе обучают вокальному и хоровому искусству талантливых ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и сирот. Чтобы попасть на борт судна, участники прошли конкурсный отбор. Всего по воде путешествуют и заодно шлифуют свое мастерство 180 ребят из разных уголков страны. В путь по Волге белый пароход отправился 4 августа. Чебоксары стали шестой остановкой. Кстати, за 14 лет существования благотворительного проекта в столицу Чуваши судно зашло впервые. На городском причале его встречала большая делегация изучающихся школ и детских объединений. Гости продемонстрировали чебоксарским ребятам промежуточные результаты, чему научились на теплоходе за неделю путешествия. А ну-ка песню на пробой веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и городы обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой на ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей. Про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших людей. Чебоксарские школьники общались с участниками фестиваля, а некоторым даже удалось пройти прослушивание у солиста Большого театра, художественного руководителя благотворительного проекта Николая Диденко. На теплоходе обучают не только музыке. Диана Слипецкая из Хабаровского края третий год участвует в благотворительном марафоне. Девочка инвалид по зрению, но прекрасно рисует. Она отметила, знает, что Чебоксары на этой неделе отметят 550-й юбилей. В первую очередь хотелось бы пожелать, конечно, крепкого здоровья, вдохновения, успехов во всех начинаниях, во всех делах. Просто большого счастья.